Сотни семей без света и с двухмиллионным долгом на балансе. Одну из управляющих компаний города прокуратура уличила в нечестном введении дел. Жилищная организация вместо того, чтобы оплачивать услуги, предоставляемые НЭСКом, выдавала суды дочерним фирмам. Из этого около тысячи исправных плательщиков за услуги ЖКХ стали должниками и, как следствие, остались без света и других коммунальных благ. Сейчас электроснабжение восстановлено, а Следственный комитет разбирается в схеме аферы. Подробности у Дарьи Безинской. Сами посмотрите, влажность у нас ужасная. То есть я вижу, что мне вот так муж подходит, а у нас здесь всё мокрое. Не открыли окна, я считаю, что всё, задохнули здесь от влажности. Беременная Юлия Батриддинова вынуждена жить в почти непригодных условиях, когда она с мужем вселялась в новое жильё на Измаильской, 13. То и подумать не могла, что уютная с виду квартира окажется настоящей ловушкой. Достаточно обычного дождя, чтобы цокольный этаж поплыл. И таких нехороших квартир только в этой пятиэтажке 40. А всего на улице пять проблемных домов. Чтобы бороться с водой, жильцам пришлось купить насосы. Сырость не единственная, их головная боль. Ещё одна – отсутствие газопровода. Дом к магистральной трубе не подключён. Готовят еду на электрической плите. Котельные тоже запитаны от подстанции. Однако и со светом тоже бывают проблемы. Все сидят на электричестве. Второй ввод – электроэнергия. Получается, что идёт перегруз трансформаторной подстанции. Трансформаторной мощности не хватает. Там тысячный трансформатор, а домов много. Последнее отключение, которое жильцы запомнили надолго, было в конце сентября. Без света, воды и возможности приготовить еду остались тысячи семей. Это не только жители Измаильской улицы, ещё и четыре многоквартирника – Анна Альпийская, Шевкунова и Рымникской. Моей дочке три месяца. Отключили свет. Мы вынуждены были греться газовыми какими-то приспособлениями. Дом полностью обесточен. Невозможно ни приготовить, ни покушать, ни нагреть воды. С трёхмесячным ребёнком это очень проблемно. Проблема – это около двух лет. Управляющие компании меняются. Толка нет никакого. Меняются счета, куда платим деньги. Результата нет. Жильцы были вынуждены позвонить в Калининскую сельскую администрацию и по телефону горячей линии краевой прокуратуры. Тогда-то и выяснилось, что управляющая компания «Гарант», которая обслуживает все девять домов, задолжала перед энергоснабжающей организацией. При этом большинство жильцов оплачивали коммунальные услуги исправно и вовремя. Есть много квартир, которые принадлежат застройщику, и он не платит в первую очередь. На нём очень много денег висит. И есть такой момент, что «Гарант» предоставляет информацию об оплате, которая не соответствует действительности. То есть я прихожу к соседям, спрашиваю, вот вы, числитесь, у вас там числится долг. А на самом деле у них оплачены квитанции. После обращения жильцов историей девяти домов заинтересовалась прокуратура Прикубанского округа. Её сотрудники провели проверку и выяснили неожиданные подробности деятельности управляющей компании. Несмотря на то, что «Гарант» собирала денежные средства для оплаты ресурсоснабжающей организации, а именно Краснодар Энергосбыт, денежные средства в полном объёме не перечисляли ей. Более того, установлено то, что часть денежных средств с аффилированными лицами этой компании заключались договоры суды, то есть безвозмездного занятия денег. В связи с чем более 4 миллионов рублей были переданы аффилированным лицам, из которых две трети до настоящего времени не возвращены. Наша съёмочная группа обратилась за комментарием в управляющую организацию «Гарант». Позиция её руководителя однозначна. По его словам, весь долг за электричество образовался из-за недобросовестных жильцов. В мае месяце один дом ушёл, перестал платить, это Измаильска-13. Потом в июне другой дом ушёл, Измаильска-19. Люди перестали вообще оплачивать. А сейчас ЖСК «Лучший дом» был уведомлен мной. В связи с тем, что образовались долги по лицу снабжению, люди не оплачивают. Вопрос с отоплением на домах не решён. Там электротопление, электрокотлы стоят. Я говорю, принято решение учредителям мной от этих домов от обслуживания отказаться. У жильцов многострадальных домов есть ещё масса претензий к управляющей компании. Например, им приходится самим бороться с потопами в квартирах и подвалах, а также их последствиями. «Ремонта нет, они не сделали. Мы тоже собрание здесь собрали, все жильцы подписались, заявления им отдали. Но так и осталось, как и было без ремонта». Материалы прокурорской проверки передали в Следственный комитет, которому предстоит решить вопрос об уголовном преследовании руководства управляющей компанией «Гарант» и формулировки обвинения. Санкции коснутся и филиала НЭСК. Согласно закону, организация нарушила правила предоставления коммунальных услуг, когда отключила свет всем жильцам. В отношении ресурсоснабжающей компании возбуждено административное дело. А пока будут идти судебные разбирательства, жильцам предстоит решать свои проблемы уже с новой управляющей компанией. Дарья Безинская, Олег Подубный, Павел Сокольников, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар».